Украина! Портуария! Володин! Мы счастливы! Мы выбираем! Иди сюда! Эта сборная есть лучшей в истории. Не знаю. Мне нравится футбол, который мы показывали. Все поменялось кардинально. Поэтому есть результаты. Это самое главное. Казалось, что наша сборная не может быть топом, пока не играют топ команды. Теперь? Давайте не будем говорить, что мы топом. Мы стремимся к этому. Результат есть, значит, мы двигаемся правильно. Это лучшая сборная в истории финской футболу? Да нет. Давайте поскромнее будем. Я думаю, сегодня была тяжелая игра в физическом плане. Но самое главное, я думаю, несмотря на то, что все устали и много эмоций дали, и, думаю, ребята получили удовольствие этой игры. То, как мы сегодня играли. И, я думаю, были, конечно, моменты, но эта красная карточка чуть поломала игру. Мы могли делать 3-0 счет, но там чуть защитник сыграл здорово, но и получили это пенальти и удаление. Поэтому самый главный результат. И хочу поздравить всех всю Украину с победой, с победой сборной Украины и с праздником. Мы играли топ-сбирную. Говорили, что пока не играем топ-сбирную, мы не можем называть себя топ-командаю. Теперь можем сказать, что Украина – это топ-сбирная? Чемпионов Европы играла. Я думаю, мы уверенно стоим на ногах сейчас. И не нужно где-то летать. Я думаю, есть куда стремиться. И потенциал большой этой сборной. И когда приезжаешь в сборную, в тренировочном процессе игры такая интенсивность. И получаешь удовольствие максимально от этого всего. Потому что реально уровень сборной сейчас очень высокий. И я думаю, что те люди, которые приглашаются в сборную, это большой плюс для футболистов. Потому что даже ребята, которые меньше играют, они очень высокий уровень. Скажи, эта сборная – это крутая история украинского футбола? Не нужно говорить о таких вещах. Потому что позитивный момент, конечно. Но нужно немного порадовать и забывать такие моменты. Потому что впереди очень сложная работа. Мы уже вошли, да? 100%. И, в принципе, нужно много работать для того, чтобы себя проявить на евро. Потому что, если все помнимают, как было евро 2016, не очень успешно, поэтому много работы и хочется себя проявить какомога лучше. Это сборная уже топ. Мы играли топ сборную. Потому что мы один коллектив. И нужно больше доверять молодым футболистам, я считаю. И чтобы они быстрее подходили для сборной, ехали в Европу, показывали себя, вертались в сборную и давали результаты. Криштиан Роналдо даёт интервью сейчас с портальским журналистом. В 7-м матчі я забил 700-й гол в карьере. Не каждый сдатен на таке. Дякую тренерам и партнерам, что помогли мне стать тем, кем я есть. Я не рассчитываю свои рекорды, они происходят сами собой. Это природный процесс без навязывающей идеи. Сегодня я засмученный, что мы програли в Украине. Но пишаюсь с командой. Здравствуйте, дорогой. Трой, алистан, алистан! Что у тебя сюда, в серединку? Все вместе, все вместе. Очень дорожаю. Баброн, Баброн, Баброн. Кто попросит? Я поздравляю каждого жителя Украины, каждого болезня, того, кто нас поддерживал в трудную минуту. Я просто делаю низкий поклон. Без вас мы никто. В чем феномен? В чем феномен Шевченко тренера на вас сидят? Дисциплина, командная атмосфера. Вы видите, какой тренерский штаб создал коллектив. Это видно на поле и я вам скажу, что в быту это еще лучше. Мы работаем как единое целое и показываем действительно хорошую игру и добываем результат. Пришел в центре поля экспромт или заготовочка была после матча а-ля Исландия? На самом деле, очень здорово сыграли в обороне, но... Это вообще не тот вопрос. А, про празднование? Я просто подсказываю. А, это про празднование, да? Да. Ну, это уже наша птица. Отобрали у нас. Все, да? О! Победа, спасибо! Молодцы! Продолжение следует...